Добрый вечер, просим прощения на небольшую задержку, мы готовы все пересобраться, кто очень к нам присоединился, онлайн тоже много участников, они как раз все вовремя, так что в первую очередь у них просим прощения. Сейчас мы выясним, вообще эта система опробована, обычно слышим, это микрофон дальше. Сегодня у нас совместная мероприятия, это с одной стороны дополнительная приглашенная лекция на научный семинар по фидрозологии Бескодвоночной, и мы также ее анонсировали через праздник семинаров. Вот наш гость из Москвы, из института проблем, он был в эволюции Несевцева, Евгений Ивашкин, по приглашению Виктора Вячеславовича Старунова, за что ему спасибо, и речь пойдет о исследовании в области нейрогенеза галатериев, доклад примерно на полчаса рассчитан, и я с радостью передаю слово. Спасибо большое. Несмотря на то, что он так широко называется, в основном я буду говорить про всего, так сказать, галатерий. Но прежде всего, в целом, несколько слов о проблемах, которые, я думаю, все более знакомы. Билтерально-силитричные, не только билтерально-силитричные животные, и другие животные тоже, такие как галатери, имеют огромное биоразнообразие. И вместе с этим мы можем видеть и разнообразие нервных систем. Причем, в большинстве случаев можно разделить на две большие группы. Животные имеют эволюционность полностью удлиняться, и вместе с этим удлинение так или иначе подсчитывает нервная система. И обратные тренды. Они образовывают более сложные формы тела, и нервная система, в какая-то операция, тоже преобразуются. Одновременно с простым инфарктом, разнообразием, с этим связано несколько гипотез о том, как выглядел предок билтерально-силитричных. И вот две большие точки зрения, поддерживанные крупными учеными, это либо конвергентное происхождение, конвергентная централизация нервных систем. То есть, согласно этой гипотезе, предполагается, что нервная система общего предка билтерии была рассеяна. И второе представление говорит о том, что центральная нервная система была уже общего предка билтерии, и в пользу одной гипотезы есть целый набор различных доводов. И вот если в пользу рассеянной нервной системы предка, говорят больше те люди, которые работают с биодезнообразными, такие как Андреас Хейноль. И когда люди не концентрируются сильно на одном из животных, а работают сразу с многими, становится очевидно, что есть множество ботологических признаков, которые можно совершенно спокойно проставать именно как рассеянное происхождение нервной системы. При этом такие нервные системы, где централизованные частично и со сложной структурой, они встречаются в самых разных группах, и между ними попадают как раз централизованные животные с митомерии и удлиненные. С другой стороны, известно, что экспрессия генов в видеолатерального паттерна, также антеропостерерного паттерна, имеет довольно консервативное состояние. Причем в видеолатеральном паттерне сохраняется даже таких животных, у которых антеропостерерный фоксерпаттерн и консервативный порядок экспрессии генов был трачен. Соответственно, если посмотреть на животных, начиная даже с кинедарии, не только на голодые, то можно увидеть определенную скромерность чередования генов. С другой стороны, это именно экспрессия генов, однако, если посмотреть в то, что происходит дальше, в центральной системе, в центральной системе, закладывается в нейроэктердерме, то можно увидеть, что у части животных существует соответствие четкое между экспрессией происхождения и положением клетки согласно паттернему коду и нейронами, типом нейронов, которые происходят из этих соответствующих клеток. Это, таким образом, является пистоном информации, однако, как я уже сказал, между ними декалируют множество животных, согласно телогеническим представлениям, в которых такого света нет. В целом, закономент следующее. Центральные сентеэнергические нейроны, латеральные, собственно, стилхолиэнергические нейроны и дальше сенсорные нейроны. При этом, например, все эти, где позвоночник, с учетом переворота с дозальной стороны нейтрально, и она же наблюдается и, например, у анеид. Причем у анеид и позвоночника даже более поздние этапы нейродинеза и типы нейронов, такие как определенные подгруппы мотонейронов, будут соответствовать их порядок нахождения в нервной трубке у позвоночника, в собственном мозге, и, соответственно, в дентральной нервной спочке плотинериса у анеиды. Теперь несколько слов о методе, с которым мы работаем. Мы, соответственно, работаем с методом виртуализации экспрессии генов. Это такой относительно новый метод. Сейчас их появилось довольно много. И вот в данном случае это метод, который позволяет посчитать библиотеку, то есть специфическую разработку зонда для определенной последовательности, и обстоцировать сигнал с помощью инвестиционной циклориации. В данном случае между библиотеками и зондами соотношение примерно такое же. В плане использования между архивичными целами и вторичными применами химией, при этом полностью расчетные вещи, они требуют для планирования, и в данном случае отсутствуют вообще этапы какие-либо белковые. Соответственно, с помощью этого метода мы пытаемся исследовать гены, экспрессию генов прежде всего паттернга, а также других более поздних теоретий генов, которые регулируют события более поздние нейрогеневы. И вот можно довольно легко собрать в данном случае набор генов целиком на развитие животных. Здесь вы видите калабратку, можно, анализируя несколько генов одновременно, можно идентифицировать комбинации генов, методы, 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 методы. И, соответственно, здесь вы можете видеть архивные паттернга, которые мы посмотрели 18 различных генов в комбинации. И на основании всего этого можно, соответственно, более точно видеть морфологию, не только, собственно говоря, экспрессию генеральной паттерной экспрессии, но и видеть сочетание просто по экспрессии генов в определенных клетках и хорошо видеть морфологию, что самое главное. Ну, собственно говоря, в случае калабраток, поскольку для них это довольно сложно получить компенсированное развитие, то это оказалось очень удобным, потому что можно убрать пару генов или комбинации три, три гена, и дальше собирать следующие гены на экспрессию этим геном. Арналис генов в предыдущей комбинации, поскольку животные развиваются несинкронно. И, собственно говоря, это была большая проблема в их исследовании ранее, потому что работ по калабраткам целых очень мало. Вот. Соответственно, помимо этого, исчеряя довольно легко подъявленных системами геней, вот тут у нас есть описание, в том числе, в которых сформированы анализы экспрессии трехгенов, с окрашиванием едва ядра и среды трехгенов, которые связывают все спектры. Поэтому можно считать, можно смотреть направления, и, пользуясь всем этим, мы, собственно говоря, подошли к вопросу о том, как организован нейрогеназ у нелинейных животных. То есть у таких животных, у которых нет признаков метамерии явных в нервной системе и которые ранее подробно не исследуются. Вот в целом геней нас, подвести общую последнюю систему, можно разделить на следующие стадии, собственно, существуют определенные зоны генеологенного эпителия, из него выселяются клетки, мигрофонные нейропласты, Они ползают до определенного места, то есть позиции, и далее проходят сигнальные дефицитационные щитники. И для некоторых отдельных жопок, особенно для насекомых, довольно неплохо характеризована общая последовательность маркерами, соответствующей талии бирогенела. И для бирогенела она будет выглядеть вот так. Есть гены бироген и нейрогены, которые маркируются нейробластами, затем есть неграторный маркер, который, например, для тех, которые нейгрируют, и затем финальный маркер, финальный сервисовки, то есть для нейротранслифтеров. Ну, соответственно, нашими главными объектами являются лавратки, это бирогеносная калавратка, хеонс и мировакость, и гестропода, глибная эстагнальность. В целом, если посмотреть на строение нервных систем, довольно сложно увидеть что-то общее, поскольку у большого публика нервной системы собирается в центральной нервной системе в некоторых коллекциях, прижатых к голове, фактически. А у калавратки, ну, там есть только два крупных гангли, церебральные, мастероксальные, а остальные ганглии представляют все остальные клетки, не имеющие нейропиля, и, в общем-то, ну, скорее кормление гангли. Для большого публика характерно такое развитие с личинками, живущими в коконе, не свободно плавающими, вот, соответственно, ниже вы можете видеть развитие нервной системы, у пузырька настолько, насколько оно известно по маркетам на данный момент, да, вот, в случае с калавратками мы реконструировали ее развитие от данной DNS, потому что, в общем-то, на данный момент не существует хорошей публикации программы DNS калавраток, вот, это, вот, вот, вот эти вот возражения, соответственно, живые калавратки, покрашенные творческим децитатом, внутри матери еще, затем отложившие яйца и засунутые под микроскопы. На основании этого мы реконструировали о ровлите, ну, собственно говоря, вот, на то, чтобы обратить внимание, то, что центральным частью ровлите вообще в гангенезе является формированием массовца. И вот этот этап, это фактически калавратки несколько раз внутрь себя оптичивает примерно половину своего развития, половину своих клеток эпидермальных. то есть если посмотреть в землю, то есть на этих паник, то есть на каких-то череглокомерах, вот, животное, если я подставляю в оборот, то есть примерно тысячу клеток, с которых 300 нейронов. Большой тоновик, соответственно, большой. Ну и первое, что можно брать снимание сразу, это то, что колодатка разворачивается на 180 градусов. Представляете, что этот гластомер большой, его потомки оказываются внизу. Они разворачиваются полностью. И при этом у колодатки оказываются смещены оси по сравнению с начальными возниками. Есть ее антериорная точь и будет оказываться на дозальной стороне взрослого животного. То есть антериорный конец, передний конец. Это довольно увлажняет понимание, но если принять внимание это, то можно понять, где находится тело и где смотреть тот самый паттерн. Экидермальный медиаторальный паттерн. Мы это сделали. И действительно оказывается, что вполне на стадии, где там все животное состоит из 150 клеток. В самом случае этих зародышек. И эти экидермальные зоны, они вполне находятся. Да, каждая из них состоит из двух-трех клеток. Это фактически такая размерка почти гастроли по сравнению с другими животными, по количеству клеток. С другой стороны, большой тудовик, опять же, большой тудовик, у него вполне нормальные размеры. Но, как у мастер-поц, как сказала, довольно сильно изменены пропорции тела в развитии. И поэтому там сильно опекальная зона смещена. А вот в теле тоже, опять же, вполне находятся эти зоны, которые будут как МК. И это идеальный маркер для других животных в центре. МК-6, если их сравнить, будет вот так. Соответственно, те маркеры, которые характерны для литеральной части нервной системы, такие как ПАКС-37, NSX, и по большей части у других животных, и где происходят клетки, сенсорные клетки вне ЦНС, они находятся с нашей стороны и разнесены. Ну, при этом вполне понятно, что и у калабратки, и у гастроподы паттернг остался консервативным. То же самое можно сказать и про ортикальный паттернг, то есть выхождение в то место, в котором находится ортикальный орган других животных. Ну и у калабратки мы вполне нашли и ортикальный орган. Хотя у гастропода при этом довольно сильно изменена целая конфигурация ортикальной зоны. У него часть генов комбинирующих характерных для ортикального органа, для ортикального клетка, оказывается внутри рта. То есть у него даже загибается. И там идет нейрогенез. Там, как оказалось, считается, что у гастропод 2 ортикальных нейрогена. Но нет, мы нашли нейробластов там, как минимум, еще 6. Которые действительно рано происходят, но становятся нейроны сильно позже. И располагаются вдоль кишечника ближе к циембральной гамме. То есть улитка в процессе валюты довольно сильно изменена. Но, тем не менее, в данном положении вполне угадывается. И опекальные точно так же, как и медиалтарные. А вот у калабратки мы даже нашли опекальный орган. Он в развитии так выглядит. И он остается только. Так что животное прием развитием. И считается, что прием развитием у животных нет опекальных органов. Но нет. В результате опекальные органы есть. Следующим нашим шагом было проанализировать дефекционную последовательность нейрогенеза. И для калабратки оказалось, что она достаточно сильно изменена в процессе эволюции. Потому что у калабратки практически SOX-B1 имеет очень широкую экспрессию. И практически вся ЭКДЭМ экспрессирует SOX-B1. А SOX-B1 маркирует про нейрогенные зоны. Мачтажерство включая МАС. И регулируется состояние стволовости для про нейрогенных клеток. Нейрогенин оказался приурочен к всего нескольким клеткам, к нескольким нейронам. И это явно его утраченная дефекционная функция. ПАН нейрональная для большинства нейронов. И ЛАФ оказался не чисто нейрональным. Поэтому с ним довольно сложно оказалось работать. Потому что есть довольно много клеток, которые его экспрессируют. Кроме нейронов. У нас самым надежным оказался КАЭС-КУТ. Но тоже он не спанный нейрональный. И нейрогенин вообще утрачен к данным животным. Таким образом, у животного последовательность дефекционная довольно сильно изменена. Она какая-то есть, но явно какая-то своя. Поэтому, чтобы работать дальше, нам пришлось искать другие маркеры. И, собственно говоря, что мы делали? Мы смотрели, какова судьба вот этих вот консервативных различных домах Тадервы. Ну и вот для НК-6, например, НК-6 практически весь оказывается в ноге. Полностью. Все НК-6 клетки. Кроме того, НК-6 клетки оказываются в конце ноги. Но часть НК-6 клетки, они вообще имеют реснички и явно имеют сенсорную функцию. При этом НК-6 положительные клетки не экспрессируют ЧАД. То есть они не холинергические. С другой стороны, MSX. MSX – это один из генов для позвоночных, края, места замыкания трубки, нервной трубки, и, собственно говоря, зоны сенсорики. MSX положительные клетки, они довольно сильно располагаются. И вот оказывается, что в конце ноги, там все НК-6, где-то с ними MSX. При этом в теле находятся всего две сертоинологические клетки, и как раз примерно там не доходят до них, но исчезают НК-2-2 экспрессирующие клетки. Он выключает его, а то на этом месте появляются сертоиногеногеногенные клетки. Очень редко оказалась судьба других клеток, таких как ПАК-6. ПАК-6 – теле, вообще не нейрогенные клетки. нейрогенной клетки. Две единственные нейрогенные процессы положительной клетки вместе с другой парой клеток, которые являются, судя по комбинации, интер нейронами или скептоэкспрессирующими, они проползают вдоль тела и оказываются рядом с головой мозгом, то есть церебральной гамплей. Причем, в процессе ползания полдут не нейропласты, а, скорее всего, нейроны, потому что они начинают скепсрессировать 17 огней. Ну, по крайней мере, клетки близкие к нейронам. Примерно на седине своего пути. Вот. Кроме того, поскольку клеток, опять же, счетное количество, в целом в ноге примерно 40 клеток, то мы их протрейсили отдельно клетки на фиксированных колодатках, на фиксированных пандионах, и оказалась очень такая интересная вещь. Оказалось, что клетки, вообще вся группа клеток, входящая в ногу, и фактически те клетки в ноге, это все оценительное мущество, где-то аналогичных клеток транта, то есть транта неонсистема, с длинным мозгом, электральной нервной цепочкой, они ползут по довольно сложной траектории, перемешиваются и иногда делают вот так. А потом вот как складка отваливается. Таким образом, антериорные нейробласты становятся концевыми нейронами в ноге. При процессе перемещения, еще это очень хорошо видно, ну, соответственно, если смотреть на обычный мульситок, то можно видеть очень странные вещи, просто какую-то кашу. Сначала довольно сложное различение ранней стадии, а потом, ну, собственно говоря, как-то перемешанные клетки с антеропостериорными партами. Таким образом клетки перемешиваются и антеропостериорно, и метилтрально, еще потом меняют просто-напросто направление с антеропостериорным, потому что ногами просто складка тела. Это то, что касается клавора. Касательно улитки. Оказалось, что нейрогенез улитки более консерватив. И вот тут вы можете видеть маркер начальной стадии Газелева, но у литки нейрогенные в настоящее является очень небольшая часть предок, из вообще экспрессирующих по нейрогенной стадии Газелева. Причем, кстати, трохофоры, они становятся, они образуют такие нейрогенные колонки, располагаются очень похожими на кошачью сыну. И дальше эти нейрогенные колонки раздвигаются вдоль ноги. То есть рост идет между ними, а не в конце тела. И, по сути дела, нейрогенными из всей огромной массы, то есть экспрессирует почти вся поверхность зародыша, нейрогенными являются лишь примерно небольшая часть. Причем эти нейрогенные колонки будут, соответственно, если посмотреть на экспрессию, то можно вполне оценить восхождение всех гамм, и, соответственно, посмотреть можно то, как они соответствуют с исходными паттерами Газелева. И оказалось, что отдельные нейрогенные колонки соответствуют комбинации паттеров, и они производят вот только клетки. Почему они оттуда производятся? По одной клетке. То есть делятся нейрогенно, только вот в пределах этой колонки, вот здесь, может, есть ли свет, через нее, и там в пределах вот этой колонки, той нейрогенной ямки, одна из клеток делится, две клетки сидят и начинают экспрессировать РСКУ, и практически уползающие клетки уже экспрессируют ИЛАВ. Для других животных, чаще всего, ИЛАВ является маркером финальной дистанцировки, близкой к нейрону, то есть поздний нейробласт. Здесь же клетки, вы можете здесь видеть, характерно для нейтрированных щитов, это клеток маркера, и в начале часто сразу выползает. После этого до достижения финальной дистанцировки ползает почти нейрон. Ну, собственно говоря, вот это, конечно, НЛАВ и СИНОФТАМИН, во всем этом животном это ТОХОПОР. Во всем этом животном, собственно говоря, всего два нейрога в данный момент. Вот там вот аппекальные нейроны, может быть тут видно. А все остальное, тут практически уже есть все клетки будущих ганглей, которые собирают центральное ядро, которое будет работать на ТОХОПОР. И это вот животное еще не до конца сделало первую лечилищную систему, но уже сидят в клетке второй лечилищной системе СИНОФТАМИН. А далее, собственно говоря, в ходе метамаркоза ганглии будут достраиваться. Потому что есть вот нейтроганглия. Здесь присутствующие церковины есть, то есть там будут, соответственно, различные же нет трансмиттеры. У Великера по системе этой системы работает. А в процессе метамаркоза выползающие клетки как раз в этих нейронных темах, причем они продолжают делиться. То есть это почти нейроны, которые продолжают делиться. Еще некоторое время вполне эксплустируют элакцию и при этом вполне делятся. То есть они образуются вдоль нейронов, такие деревоподобные веткообразные структуры, в которых клетки помещаются и до правил ганглии. Это может быть в Италии, и в правил ганглии. И вот, собственно говоря, в процессе этого используются перемешанные. То есть те самые НК-6, ПАК-6 положительные клетки, поскольку вот эти все нейрогенные ямки, они посределены и они все одновременно из краев и середины. ДЭГУ выпускают клетки дефилицирующиеся. Они дополняют ганглии. Ну и только там какой-то по своей довольно сложной траектории, опять же, со смешанными ямами, герамидиум-мидиум-мидиум-латеральным, антропостериозом мы еще еще не посмотрели, они производят вот такую достройку ганглии. В целом, если посмотреть на эстроходы, с эротиферой все вообще сложно. Киловратка сложно прогнуть просто, даже с другими причинами. Для нее нужны там и сингл-сел данные, и перебор, или перебор какие-то гораздо большее количество нейрогенных факторов. А у липки оказывается, что весь эротиферез, вся последовательная седовщина, она прижата по местности. То есть полгода почти не ровно. Ну, в этом плане и киловратка тоже, в общем-то, и киловратки то же самое практически наблюдается. То есть многие факторы, например, HB9 начинают спиксировать еще на поверхности. В отдельных случаях там у них наблюдается даже экспрессия синапотогмина еще до выползания. В андропе или в поздней плане, синапотогмин будет, поздний маркет, будет полностью спиксироваться в нейронах, а часть нейронов, тот, который спиксирует еще в эпители, ползает и только потом уже доползает и начинает спиксировать вестрансмиттер. Интересно, что сработка не сработает, но, в общем-то, набор этих признаков, значительная их часть, характерно для Сминога. У Сминога тоже огромный сотбиван зоны на поверхности, из которых происходит огромное множество нейронов. Точно так же у него очень быстрая, то есть только часть небольшая экспрессирует АКЭТ. Ну и в целом, все будут просто из каких-то людей смотреть, а в особенности смотреть на Симплсел данных, которые интересны, оказывается, что, в общем-то, это не специфика приспособления к большому количеству нервных клеток, а это при адаптациях, и уже в гастропод именно в гастропод общего предка с гастроподами был, соответственно, набор вот этих вот признаков нейрогенеза, организации именно в целом, нефинцировочной последовательности, который привел к возможности большого количества нейронов. Потому что, как стопорятся нейроны, не очень понятно, у гастроподов этот механизм не есть, да, и из потенциально большого количества экспрессирующих, по-моему, экспрессируется не только гастроподов, что гастроподов широко экспрессируется, и другие факторы, такие как NK-6, Pax-6 нейрогенные, да, и они все экспрессируются до очень поздних статей. То, что там интересно, то, что там эффективно, и для калавратки. У калавратки есть вообще целые зоны, зоны, например, Pax-3-7 экспрессии, она не нейрогенная, она находится в правильном положении в эктодерме между Pax-6 и MSX, да, но при этом она абсолютно, она дает только покровную эктодерму. и то же самое улитки. Улитки, конечно же, нейрогенных побольше, но значительная часть, казалось бы, экспрессирующих полный набор нейрогенных факторов дает, оказывается, рост покровной клеткой. Ну, наконец, деление клеток. Ну, у калавратки мы не нашли доза роста вообще. В плане нейрогенных делений они происходят по большей части петели, однако весь рост практически калавратки приходится на стадии, когда вообще нет колечных делений. Она делится за счет гипертрофии клеток. Она там вот на стадии, слушайте, как в стадии Ресель, вот там последнее деление его можно найти, оно все там одно сидит в ганаде, а после этого клетки не делятся. А весь рост на рост происходит животное после этого. И деления распределены довольно равномерно, без направленного деления, без четкого видного направления деления. То есть даже на ранней стадии рост идет не за счет направленных делений. Улики тоже. Ну, то, что у него нет зоны роста, известно, было давно. Это еще Ивановый Казац, про животных, про потерю дорзальной зоны, но в целом у него получается, что практически равномерно. ну, ну, в первую очередь, ноги, и только небольшая часть соответственно приурочена к нейрогенным делениям, потому что деления происходят либо внутри, уже, либо вот в этих единичных, на каждую половину ноги приходится там вот этих нейрогенных колонок, 28 штук. И вот 28 делений исходят для того, чтобы сделать там 11 тысяч нейронов. Ну, в педальном ганглее порядка 4 тысяч, в педальном ганглее суммарно, но все равно. И таким образом, завершая, оказывается, что, несмотря на абсолютно разных, казалось бы, большую часть другого животных, коловратка, у них довольно много схожих, чем, таких как медиаутеральные паттерны, которые консервативны, на ранних стадиях развития в эксадерме. Оказывается, что лишь небольшая часть клеток, которые для других животных все являются нейрогенными, они нейрогенны. Сказалось, что нейропласты мигрируют по сложной траектории, они смешиваются антеропастериорно и медиалатерально. То, что некоторые животные более того, проникают из головной зоны в зону тела, наоборот, по луне. И оказывается, что в целом нейрогенная дифференцировка прижата к поверхности. она смещена и значительную часть времени существует клетка, которая уже играет практически нейронов. При этом покровные клетки вплоть до поздних стадий скрессируют и там, и там нейрогенные факторы. Ну, и, наконец, отсутствует пастериорная зона роста, и весь рост организован абсолютно на оригинальных случаях, то есть, животное не прирастает с конца. Ну, и, собственно, мы думаем, что это, конечно, конвергенция, есть то, что говорит нам о разнообразии целых нервных систем дилотерий, потому что по всей мере, и там, и там произошла неотения, и те же самые экспрессия поздних вот этих вот нейрогенных факторов, это все практически признаки такой нейтрансляционной нервной иния. Вот. И я думаю, что так происходило много раз, в общем-то, и отказывались эти гипотезы о нейтраничестве происхождения множества животных тархозойных, злоб тархозойных. Вот. И, возвращаясь, опять же, к началу, к этому фору, ну, конечно же, невозможно. Вот в этой статье в статистике там Хеной с товарищей, они сравнивали экспрессию расположения, собственно говоря, паттерновых генов, вот, те, которые прежде всего уже в нейронах на прошлых тайтах. И при таких входящих, которые есть там в клаврате эта информация, она вообще, если даже не подходить к вопросу о дефицитировке там, и в том, как эти факторы включаются, выключаются, что тоже еще много чего вы смотрели. Вот. Конечно же, нельзя напрямую сравнивать взрослых животных и ожидать, от того, что у вас есть там продолговатые удлиненное животное с удлиненной нервной системой, что в нем будет это удлинение происходить одинаково. Животное, потерявшее метамерию, вот как оба данных шутка, ну, в конечном счете, если ему надо будет перемещаться, оно снова начнет удлиняться, и оно это сделано каким-то новым путем. При этом, нервная система крайне лобильная. Для пилотерии характерны консервативными, более консервативными оказываются такие вещи, как миграция вдоль нейронов, или вот само по себе то, что клетки могут оказываться по путешествии уже практически в нейрональном состоянии, в позднем состоянии, потому что они характерны для хорошо исследований животных. Ну, и завершая, собственно говоря, требуется большее количество исследований и более глубоких, конечно же. Нужно брать животных, разных, интересных, смотреть их как можно более дробно и, конечно, понимать морфологию. Потому что, если просто сравнивать экспрессию генов, или если просто сравнивать морфологию, то и тот, и другой подход сами по себе недостаточны для понимания даже просто эмбриологии, говоря про эволюцию. Спасибо за внимание. Я благодарю всех моих коллег. Вот вопросы. Спасибо большое, Евгения. Я даю поближе. Давайте начнем с вопросов от присутствующих. Их не все, может быть, хорошо слышно в микрофор, поэтому, если в начале ответа в паре слов получится, Пожалуйста. Евгений, а вот скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о каких-то сигнальных центрах, которые направляют формирование нейрогенеза у животных вот с такой фантастической архитектурой медной системы. Кто-нибудь это поковырял или еще пока? Смотрим. В процессе. Вот. Потому что ужасно интересно, они формируются в животном или заложены может быть материнским каким-то детерминатами исходных в этих животных. Ну, несомненно, они должны быть заложены в своем животном. Это не может быть материнский чистый детерминат. В случае с Калавраком идет ложно. Потому что Калаврак и у Телек у нее уже с 1000 мастерства там пусть сильные сигнелинги потеряли половину TGL-бета, половину винтов. И там надо просто без сингл селла очень сложно разворачиваться. А в случае вот сейчас мы как раз делаем работу ну, мы вот сконцентрировались на букальном гамме. нервный процесс говорил, оказалось еще одной общей вещью это то, что довольно консервативно это томатогатрической нервной системы. Томатогатрической нервной системы оказалась более консервативной, чем, например, даже церебральные гаммы, чем нервная система в трамке. И вот там вполне оказывается, что там как раз мы эксперименты делали с Экспрессией винтов, и там вполне да, там такая складка формируется, сначала ходит в рот, и после этого делается как раз сам по себе этот гаммли и вообще очень похоже на нервную трубку звоночника, отдаленная потому, что там сначала это ворачивается в рот, от нее а затем как раз настраивается многослойный делается и на нем дифференцирует вот там как раз нервный оказывается поляризмует этот гаммли. со всеми остальными ну менее понятно, потому что педальный гаммли по экспрессии он просто набит множество клеток положительно, он не поляризмует. Там будет много центров, которые направляют да, они как-то очень локально это делают, потому что миграторные, то есть слева и справа они обычно выглядят очень похожи, даже в процессе миграции есть там клетка которая там хвинаем какой-нибудь экспрессируется сразу после входа то она вот по пути будет у нее располагаться взаимно очень похожа на напряжение низких стадий, проходя там в сторону гаммли. Спасибо. Так что там явно какие-то есть, но они там свои или немножко другопланетные. У вас было написано, что есть общие признаки, общие паттерны в развитии гастропод и клавраты, вот можно сейчас уже как-то прикинуть, это может восходить как-то к общему предку спирали или это два раза независимо появляются в основном? Да, я думаю, что это конвергенция. Это конвергенция основанная на гомологии генроэлектронных систем стабильности билотерии, потому что билотеральные симметричные животные, они не только в общем-то похожи на свои билотералисти, у них похожим образом разваливается их билотеральность. И в том числе у них и я думаю, что в данном случае это то, что происходило, вот эти признаки, они не настолько похожи, что там какие-то выводы делать гомологии, конечно же, но они явно основаны на каких-то общих признаках гомологичных строений организации в целом древней дифференцировочной сети. Какая гомология? Я думаю, работать и работать. Больше количества животных с более глубоким пониманием, что является частью разнообразия, потому что наверняка что-то какая-то что определяющая развитие. Правильно ли я понял, что когда у животного пролонгирована экспрессия вот этих пренейрональных факторов в эпителии, это может указывать на то, что неатоническое происхождение, что это долгая-долгая стадия этой личинки. Или это еще как некая вроде насколько я понял, что это предпосылка к тому, что теоретически в будущем эволюция может стать большой нервной системой сразу же. А созвоночник тоже так получается? Или у них же там нервная трубка? У меня есть свои соображения, но это вообще не только мои соображения, нервная трубка происхождения, но по неэкспрессии каких-то факторов, что мы тоже смотрели какие-нибудь DBX и прочие факторы, конкретно дифференцировки нейронов, она довольно похожа на хитбрейс. То есть эстомат гастрической нервной системы и нервная трубка они гомологию имеют. Более того, она в отличие от других гамблей, как раз таки у малюток, она поляризована довольно сильно. И там общим является то, что она вворачивается, а потом собственно говоря, идет нейрогенез. Ну и считается, пока есть такая гипотеза, что первичным по происхождению является нервная трубка это чувствительные полоски, то есть бороздки, которые формировались, они отходили от рта, а потом перерастал к этой полости. Но механизмы формирования полости, изгиба пластов, они в общем консервативные, они одни и те же. Вот. Поэтому мы там смотрим тоже комплексы с брахиури, в этом же там, ингрейл, ну и так дальше. Вот. И там действительно, конечно, там настолько прямой прям с... невозможно провести, но отдаленные подства явно есть консервативные части, которые, кстати, тоже мало думают, мало известно, что на гистическую нервную систему все, в первую очередь, голова, тело, ага, есть еще рот, там отдельно все. Интересно точно. Есть еще вопросы? У меня есть небольшой вопрос. вопрос. Вы упомянули, что про калаврарки прямо вот вам с азов пришлось начинать, вот с базовых каких-то аспектов развития. Про гастропод больше известно, но я лично не очень знакома подробно с литературой о развитии там энергиенезии, гастропод. Ну, наверняка, не знаю, по хотя бы Аплизии есть какие-то данные, которые можно сравнить, нет? Фактически, это то, что вы делали с лимней, это первые исследования о гастроподах. Есть кусочки, то есть специальный нейрогенез на гастроподах не смотрели, даже не на каких вообще. То есть, какие-то отдельные гены смотрели там, на пателлогастроподе, например, на лотти. Вот. Но в комплексе гастропод никто никогда не смотрел. И там очень много таких удивительных совершенно вещей, когда вот оказалось, что, в общем-то, от гастропода до пиявки там не так много шагов, там 28 нейробластов, которые делают педаль гамбеля, а там 2 нейробласты, которые делают всю нервную систему. Потому что от 28 до 1 дойти, понятно, каким путем. Вот. гастропод. Но, в целом, гастроподы, как и стран, оказались очень мало исследований. Так и правильно. Большинство исследований, которые есть, это как бы, ну, какие-то факторы, вроде там, ну, стилен гастропод не красит нейроны хорошо, по большей части, это их морфомит. Сертонин. Ну и все. Когда вот это начинается, это начинается довольно поздно, и, значит, значительная часть, тут как раз таки разрыв, очень интересно казалось, что, значит, часть вот ганглии формируется вообще еще в страхотворе. Там уже все клетки практически стоят, ну, сползают уже во всю. В момент, когда там в деле, когда появляются нейроны первые, в момент, там уже целый код сформирован и сидит. Только ждет, чтобы включить позднюю дифференцировку окончательно. Да. Удивительно, удивительно, что, действительно, нет даже параплизий такие, неожиданно. Да, для меня тоже. Я, собственно говоря, мы начали только из клаврации. Я когда начинал, я увидел, что все известно. Начинаешь разбираться, понимаешь, что нет, все очень плохо с этими группами. Лучше все известно с клапотами. Вот осьминоги лучше все разобраны. При этом вот читаешь эти статьи, и вот у меня просто какие-то вьетнамские флэшбэтики, потому что там вот все комплексы, сочетания генов, поведения, мегаторных положений, они такие же, как у гастропода, а сравнивают с позвоночными. Осьминоги. Это очень забавно, вообще. Почему так? И работа выходит с клапот одна за другой, там уже даже синглсов какие-нибудь три работы вышли. Это потому что работа делают позвоночные, и это сравнивают с позвоночными. потому что, например, велика конвергенция, хотя бы даже глаз тот же самый возьми. Но, конечно же, головоногих с верхоногими логически будут связывать. я поблагодарить за доклад, мне очень показались интересные данные выставлены на нем. А вот нервная система не работает сама по себе, она взаимодействует с другими системами, с другим, с другим, с другим. Какая-то связь в развитии нейрогены с развитиям мышечной системы. Да, смотрим. Ну, мы, собственно говоря, поскольку-поскольку взяли там майги и еще там под маркер эктомизодерма, эктомизодермальный мизерхин. Ну, то есть эктомизодермальный мизерхин. Вот. Но, собственно говоря, оказалось, что там все достаточно логично. Там, оказывается, действительно, что нижняя поверхность ноги, просто, ну, центральная пластинка, как есть вся. То есть у нее там заканчивается где-то по бокам ноги. И ровно там вдоль закладывается как раз, собственно говоря, мышечная с приятной температурой. Она там сначала такая, вполне себе, без всяких признаков сегментации. Ну, и оказывается, что внизу ноги мышцы только какие-то отдельные клетки подползают и делаются. Внизу ноги нет мышц. Вот. Ну, и имеет свою логику. Потому что мы еще, я тоже это не рассказал, мы обнаружили, что часть центральной нервной системы децентрализовалась у гастрофода. У нее сидят глутоматоргические, хоккалиногические, то есть интер нейроны, мот нейроны вдоль кромки ноги. Там автоматизм, по всей видимости, есть. То есть в ней ганглионарные, мотоинтер нейроны. А дальше там такая цепочка, и там интер нейроны доходят до педального ганглии. И педальный ганглии это только самая дорзальная часть. Соответственно, насколько там все это, поскольку перемешано, насколько не совсем дорзально, тем не менее, синтроэнергических нейронов внизу нет, поэтому все-таки там, да, даже правильно. Они логические вполне есть. Ну и они сидят. У них, по всей видимости, есть центральные регуляторы, но это известно, что физиологи довольно давно писали то, что здесь отряжаешь ногу, и она продолжает совершать вполне довольно сложные вот эти вот движения. вот. Ну и это вполне понятно, когда мы увидели, что там вполне сидят группки из достаточных генераторов локальных. А там где-то сверху все это координируется. Спасибо. А вот еще один такой небольшой вопрос. Я не очень понял про нейроны. В конце мне сказали, что оба мутенциальные объекты, и Калавратки, и Водовик тоже является результатом неотвенения. Я неправильно. Так и да. То есть, я считаю, что большой моллюск в целом является неотвеним. И я не очень это понял. То есть, это неотвенение – это упрощение через раннее размножение. То есть, что мы смотрим, как вы представляете вырубая вредную форму от результата ни кого? Ну, я думаю, что это просто-напросто редукция до трохофора. То есть, животное обращалось до какой-то стадии, либо и дальше взрослое животное, малюк, это в гастроподах. Не буду говорить про пульпокопод каких-нибудь, Это явно просто вторично тело свое строило. У колорадки тоже. У колорадки показалось, что у нее фактически она плющена в антеропостеревом направлении. Ну, не совсем, на 100%. Да, мне, конечно, скошно. И удлинена фудорзовентральными. Прекрасно плавает. А соображения очень простые. Поскольку, ну, собственно говоря, что такое личиночная нервная система? Это когда какая-то часть нервной системы ставится на стоп в определенной стадии дифференцировки. Ну, и мы здесь видим, что на стоп ставится вот куча эпители, которые могли бы давать нейроны, а они нет, они не дают. Там только небольшая часть становится нейрогенами. Вот. Более того, для колорадок там потеря просто типов нейронов. Там есть, какое-то количество нейронов есть, но огромное множество нейронов с типов потерь. Это сложнее, надо более подробно, ну, там у нас мы там на десятке поздних маркеров нейрогенных. Смотрим сейчас, да? Ну, это сложно сделать выводы без там single cell 5-6 методики. Но в целом тоже там, скорее всего, будут потерянные типы нейронов, которые когда-то там они развивались позже. Вот. Ну, и весь этот комплекс, такую конвергенцию я не очень себе представляю, как еще понять. Потому что они фактически наиболее похожими являются только стадии развития близких по организации страхопорию, голодать. После этого довольно сильное перемещение частей тела, которые совершенно очень плохо соотносятся к развитию метамерного, полноценного острых ледового животного, вроде там, червяка. И вторично сделали то, что сделали, то, что осталось. И как раз в нервной системе мы видим множество. И вот эта трансляционная фактически не отриния таковая, потому что там целый комплекс экспрессируется, не должно быть. И у осьминог тоже, кстати, здоровый осьминог уже, а у него вполне эпители экспрессируют НКИ-6, ПАКС-6. Более того, там ладные эпители, сенсорные нейроны экспрессируют НКИ-6, ПАКС-6. Вот, сидят. Потому что они как это стал, после того, когда ползли клетки, стали появляться похожим на дрозофию в космос, то есть, равномерные сенсорные клетки. И они, как в этом месте экспрессировал ПАКС-6, так он ПАКС-6 экспрессирует. Как это происходит? Я не знаю, он вроде стоп стоит, что ему не мешает иметь НКИ-6, ПАКС-6 и набор нейральных факторов прочих, отращивать отросток и не состоит от нейронов. А все эти механизмы стояли, что как вставало на стоп, оно формировалось как раз таки с личинкой. И это пример, как есть Нематод. Нематод, тот же тот взбил целый кусок, ушел как раз в формирование вторичной личинки. То есть, на то, чтобы застополить и дальше продолжить развитие нервной системы возрастных животных. Вторичная личинка, в принципе, тот же самый. Поэтому, мне очень хочется представить, откуда такое начискотство будет происходить, если это не что-то такое общее по происхождению эволюционной логики. Спасибо. Еще вопросы. Я так понимаю, что половина нашей онлайн-аудитории пока никак не проявляется. на самом деле у меня просьба к Жене, может быть, акцентируйтесь на этот чудесный метод, которым он научился работать. Блестящие совершенно картинки фантастические. Может быть, все-таки галочку поставить и принести до аудитории, как это круто. Прекрасный метод. Да. Прекрасный метод, ты согласен. А что? Да и много есть метод. Тут главный плюс, что он не стоит как Боинг. Вот. Поэтому можно сразу большое количество генов перебирать, в общем-то, комбинации и двигаться, в общем-то, довольно интенсивно. Да. То есть, возникает впечатление, что это очень дорого, но на самом деле, это сравнивать с классическими методами инситов. Нет. Это будет дешевле. Инсит. Он будет дорогой, да. Он будет дорогой, да. И в данном случае вам даже не нужно планировать эти гены. Вы просто получили их, собрали, собрали с инскриптов и выбрали то, что вам нужно, и работать. Такое счастье. Сидишь на измене, а вдруг эта химера по два раза заказываешь долго на один и тот же ген, с разными инициаторами, по половинкам, там. Ну, чтобы, потому что, когда там все просто понятно, морфологически, там еще когда, поэтому я уже, как бы, не больше сейчас стараюсь не на экоплентном гене, каком-то, а сразу брать набор и рассуждать о комбинации. Потому что, если комбинации, то комбинации, они более достоверны. Благодарю. Спасибо большое за вопрос. У меня вопрос. Есть ли на уже поздней стадии, поздних миробластов, какое-то взаимодействие друг с другом, например, с тем, которые… плав, да, то есть их очень много, и может ли как-то на переключение какого-то маркера, ну, и работать, а не взаимодействовать друг с другом? Наверное, ну, там, там просто какая-то своя система построилась. Вообще, у меня есть соображение про то, что у этих и одно, и другое животное, у них вообще довольно не сильно посыпывался на стикс-сигновая часть. Вот, в целом, она сильно эволюционно изменена. Вот. И у меня есть подозрение, что как раз часть этих энергетных способов, она этим определена. Другой вопрос, как это снять, потому что скалоратками, это вот просто вот, потому что, чтобы даже загрузить от октября улонов, надо матерей с маркером, флуоресцентом, чтобы увидеть то яйцо, которое что-то загрузилось, потому что оно пока еще в уголочке не покрыто, да, инкубировать. Или там, как коля, ты их даже, как с нами сделали, с коллегами, которые работали в Утхоле, мальковали, вот, они колоют через попу яйцо, которое в мать, то есть, нет еще яйцо в мать, а потом там какое-то, если мать остается жива, то она может. С улинками мы сейчас отработываемся с их инкубацией, в принципе, есть статьи, где их инкубировали, но это тоже довольно сложно, потому что они такие капризные достаточно животные, у них основной запас в виде как раз содержимого яйца, который там, ну, коком, практически, поэтому вот сейчас, как наработаем методы, если наработаем генетического эдитинга, то можно отвечать. А так, конечно, сложно отвечать, потому что там, как бы, видно, что все не так просто, даже просто по последовательности. Вы сказали, что у вас есть какие-то тоже данные, а по-моему, каждый сход переключения вот этой экспрессии в разных маркетах. В смысле, что вы имеете в виду? Вы сказали, мне кажется, ну, вы не рассказывали, что у вас тоже данные, а то, что они перед... Там видно, хорошо, как выключают, вот NK-6, все провестили на ГИКС, все NK-6, часть нейронов, выключают NK-6, а после этого Pax-6 почти все остаются, потому что их не так много, как NK-6, NK-6 выключают, или, например, вот NK-2-2, маркер сертоэнергических нейронов, вот он с криптофанной токсилазой некое экспрессируется на все крайние стадии, то есть ползает, ну, видно, если не ползает, это же, видимо, фиксированная стадия, да, видно, вот рядом клетки кластер формирует, вот рядом NK-2-2, а рядом клетки криптофанной токсилазы нету NK-2-2. А потом, под метаморфной стадии, оба, нейрон экспрессирует NK-2-2. Вот. То есть там какие-то сложные есть действия, они более сложные, чем, они не консервативны, там, они могут включаться-выключаться, они могут, я не знаю, на каком уровне говорю, не влиять на судьбу нейрона, то есть оставаясь там, неважно, экспрессирует нейрон там Fax-6-NK-6, то все равно сенсорным остается, вот здесь, поехали, да, поэтому там много таких признаков, с ним просто очень сложно их интерпретировать и вообще с ними работать, не имея больше калинаторий, кем-факторов. Вот. И какие-то выводы делать. А так там видно очень много всяких тех, все это чудеса, каждый раз показывают. Там новые, новые несколько генов, новые чудеса, непонятные. Спасибо большое. У меня еще один маленький вопрос есть, тоже про референцировку уже поздних нейронов. Просто есть старые работы, нафологические, там, или физиологические, я уж не помню это точно, по призем, где показано, как что, на конечную там дифференциацию этих нейронов уже в гангле работают и синаптическая передача. То есть вот они получают какой-то синаптический сигнал, и дальше они якобы могут как-то передифференцироваться. Вполне верю. Ну, в целом нейрон у моллюска это вообще чудесная вещь, потому что он всю жизнь растет. Всю жизнь моллюска, он убаивает эндометозом свою флоидность. Вот. И он растет в размерах, сколько растет моллюска. Он, блин, дохнет. Поэтому там, мне кажется, идея очень сложно с нейронами работать, потому что он его включает в периодичность, вероятность, как только он стал расти в размерах, там эндометозы пошли, да. Вот. И в целом для них характерна, для них характерна мультитрансмиттерность. Вот. Там вот есть, как бы, нейроны, например, у нас тоже данные, какие мы, это еще, наверное, на сумму на гиме работали. Там вот смотришь по весне, красишь допамин серотонин, там есть такие здоровые нейроны, два дарзальной части, то есть, ну, дарзальная часть дальных ганглиц, они очень хорошо идентифицируют, ты смотришь, они сначала четко, совершенно один, сертотан, дексилат, ну, дофаминовый, второй сертотанином. А, например, там, я не помню, как сезоном, но в другой сезон оказывается, что стабильно начинает краситься дофамин сертоинергический вместе, параллели. Как это происходит? Понять с ними. Но с этим надо разбираться, для этого нужны инструменты. Вот. Поскольку мы, как бы, только начали так, тыкать палочкой, вот, накрасили. А у меня колокализации нейротрансмиттеров? У колокализации? У колокализации? Ну, сложно, потому что мы, я не смотрел специальную колокализацию, там, ну, явно тоже есть, потому что там нейронов этих раз-два обчелся, поэтому там, ну, я точно так, как там, коэкспресс, то есть, морформиция стилухолином, это вообще стандартно, совершенно, вот, с трансферазностью, то есть, стилухолин, вот, ну, это в целом, для беспозвоночника, для многих характерных. Вот механизмы всего этого, там, явно для этого, нужна какая-то физиология трансферационных факторов, вот этих вот, которые все, все этот вот, даунстрим, весь этот делают. Это какая-то очень слоя. Ее с позвоночной логикой так легко не поймешь. А на осьминогах, вот, люди описывают то, что понятно, как бы, вот, понятно описывают. Потому что, если все чудеса, которые там видишь, в этом все, начать описывать, то все статьи опубликуешь. Маленький вопрос, просто, сейчас в ходе вашего диалога возникло в голове, не могу не спросить. Как-то на традиционных моделях, в которых все это изучают, сложилось мнение, что смена клеткой судьбы завязана на полиперацию. Правильно я понимаю, что в данном случае эти практически уже взрослые нейроны, которые уже не делятся, они постметодически, могут под действием каких-то внешних или внутренних событий судьбу изменить, не прографируя. В принципе, у них, как восьминогах, есть некоторое количество делящихся клеток в гамбле. Но у нас как-то как-то и лавс никак не доделан, там тоже возникают проблемы, опять же, с трейтингистоном, в самих гамбле. Но вот мы вместе с СОКСБИВАН, СОКСБИВАН почти не связаны со вторичными делениями. То есть, практически все вторичные деления внутри, внутренние, даже в гамбле, они не СОКСБИВАН положительные. Буквально там очень много. Все деления СОКСБИВАН положительные в эпителии почти. А как устроено? Как делится элах экспрессирующий, нюродиэкспрессирующий, я не знаю. Потому что там делится почти нейрон. С другой стороны, если там делится этот нейрон всю жизнь, он не цитокинез не проходит, а делится, он делится себе, делится, делится и делится. Так что, как бы, политическое у них особенности, есть там, дифференцировки явно, которые там вот сравнивать очень сложно так напрямую. Ну, у палихетки нету чудес, а там здоровые нейроны всю жизнь делятся. Ну, соответственно, то, что у него ползает и делится, его предшественник поздний, там, фактически, если сравнивать, ну, да, заодно он может еще ползти по такой траектории, по которой не умеют ползать. Антерпостерион, я делал полторально, по которой не умеют ползать ранние нейробласты, да, интегрирующие нейробласты классические. Как там это разметка? Я думаю, что это все в виде надстройки. Почему это все прижато, если не пробка оказывается? Ну, потому что там какая-то надстройка своя сформировалась из-за других трансляционных факторов. А каких? Ну, вот лоптерхозои, они, например, являются таким просто кладью эволюции би-человечных факторов. Только би-человечных факторов сколько у лоптерхозоев, то там есть группа специалистичных для отдельных моллюсков, и там их просто вагон, да, как-то там что-то, значит, какая-то часть явно задействована на герогенесс, скорее всего. Вот. Как-то что-то регулировалось, что-то статализировалось. Но это все перебирать, там эту всю из 150 би-человечных факторов даже HR не хватит. День. Давайте последний вопрос, после которого я предлагаю продолжить дискуссию, выпустим закладчиком с кафедры. У меня вопрос про глиальные клетки. любителей работают с ними и конференцируются для них с тех же путешествий, которые нет. Мы на глиальные клетки не смотрели маркеры. То есть, какие-то работы есть, что у маленьких есть глиальные клетки, но их происхождение тоже не очень много. В руках лавратки там что-то залетело. Когда я искал NeuroD, оказалось, что я нашел, то есть, я сделал уже ИСИТУ, оказалось, что это отдельное семейство подфакторов, близкое к NeuroD. Поскольку NeuroD нет, он заснуется. И оказалось, что там такие клетки, на которых подвешен, дефинцируется. Они действительно вместе с нейронами, на радиальную глию почти похожи. Правда их всего 4 штуки. Вот. На них висит мозг. Вот. А у малюска у нее надо смотреть отдельно глиальные маркеры. Вот. Это отдельно просто такая бездна, чтобы никак нейрогенации не доделали полностью. Потому что там, конечно, много вопросов просто про сами нейроны. Так. Ну, надо смотреть. Спасибо большое еще раз. К докладу еще такая приложилась дополнительная дополнительная была к дискуссии. Спасибо всем за вопросы. И если они еще остались, я предлагаю пользоваться моментом такой, Евгений, еще здесь. И, может быть, их задать и более детально что-то обсудить, что интересует. А если онлайн тоже мы с Сашей никого не упустили, тогда еще раз спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.